Любимая, сказать приятно мне, Я избежал падения скручь, Теперь в советской стране Самый яростный попутчик. Я стал не тем, кем был тогда, Не мучил бы я вас, как это было раньше, Со знамя вольности и светлого труда, Готов идти к себе, как была манша. Я хочу ответить, любителю прекрасного пола, В наше непростое время Писать нужно совершенно о другом. Я достаю из широких штанин Дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я гражданин... Нет, 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 нет. Вот же она, истинная безукоризненность. Я научилась просто, мудро жить, Смотреть на небо и молиться Богу, И долго перед вечером бродить, Чтоб утомить ненужную тревогу. Когда шуршат по враге лопухи И никнет гроздь рябины желто-красной, Слагаю я веселые стихи О жизни тленной, тленной и прекрасной. Я возвращаюсь, Лижет мне ладонь пушистый кот, Мурлыкает у мильни, И яркий загорается огонь На башенке озерной рябины. Лишь изредка Прорезывая тишь, Крик айс наслетевшего на крышу, И если в дверь мою постучишь, Мне кажется, я даже не услышу. А по мне так идеалы. Демоническая женщина. Она отличается от женщины обыкновенной, Прежде всего, манеры одеваться. Она носит цепочку во лбу, Браслет на ноги, Кольцо С дыркой Для тянистого калия, Которые непременно пришлют В следующий вторник. Стилет в воротнике, Четки на локте, И портрет Оскара Вая На левой подвязке. У нее есть какая-то тайна. Не то надрыв, Не то разрыв, О котором нельзя говорить, О котором, ну, никто не станет. Она и третьего дня пила, И третьего, четвертого, пятого. И сегодня я, я буду пить, Я хочу, Хочу вина. Помогите эту пьянь. Женщину попрошу-ка я. Женщину, Вам не кажется, Что все у нас Не как у людей? Товарищи, Давайте Успокоимся И будем вести себя Как подобает интеллигентным людям. И что ты предлагаешь? Я предлагаю нам всем По очереди представить Наши идеалы. Вот и разрешим наш спор. Вот, послушайте, Девушка Вела в церковном поле. А всех Уставших В чужом краю. О всех кораблях Ушедших в море. О всех забывших Радости Свою. И голос был сладкий, И луч был топ. И лишь высоко У царских врат Причастный парень Плакал спитом О том, что никто Не придет Азан. Александр Блок, Между прочим. Ну и что ты сделал? Теперь все приуныли. Я же предлагаю Немножко развлечь И если у публики Возникнет желание Поддержать Наши храмы. Не стесняйтесь, Помогайте Аплодисментами. 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 Спасибо. Аплодисментами. Аплодисментами. Я уступаю, Ведь я считаю, Что вы наше Материалистическое зрение Поэт тот, Кто полезен. А я считаю, Что полезен тот, Кто поэт. Ведь Не имел стихов, российский жар, есть Маяковский, есть Пробер. Но он их главный штаб Смоля поет о пробках мысль Пробер. И клюет ладожский пячок, его стихи как тело грейка. Но я их слух вчера прочел, и в пледке сдох по фонарей. Юношеству занятий масса, грамматикам учим турмей и турмы. Меня же из пятого вышибли класса, пошли шнырять в московские тюрьмы. В вашем квартирном маленьком мире для спален растут кучерявые лирики. Что вы ищешь в этих балоничьих лириках? Меня возлюбить учили в бутырках. Хотя знаешь все, вот сколько у тебя поклонниц в зале сидит, да? Есть? И у меня же имеют. Не честное голосование получается. Так давайте усложним задачу. Пускай наши орлы современной литературы будут читать строки не своего авторства, а наши посетители кабака будут указывать, чьи же это строки. Есенин Маяковский, пожмите друг другу руки!